16 июля в музее-заповеднике «Царское село» откроется для посетителей выставка «Особня Кочубеев. Дворянское гнездо в Царском селе». Музей впервые обратился к этой теме, раскрывающей второй план императорской резиденции, жизнь ближнего окружения и ее венценосных владельцев. На всеобщее обозрение впервые представлены предметы убранства из «Особняка Кочубеев». Экспозицию в зубовском флигеле Екатеринского дворца составили более 100 предметов. Характерные образцы живописи, изделия из бронзы, мебель, фарфор, скульптура, дающие представление о повседневной жизни и быти, об ушедшей и неповторимой атмосфере дворянских гнезд. Совместная история «Особняка Кочубеев» из Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Бысшая школа экономики» началась в 2012 году. Тогда здания, расположенные в нем учебный центр подготовки руководителей, вошли в состав университета как подразделения дополнительного профессионального образования. Для Санкт-Петербургского филиала университета ценность исторического объекта и собранной в нем коллекции уникальных произведений декоративно-прикладного искусства и живописи была очевидна сразу. Долгое время это наследие демонстрировалось только участникам образовательных программ и мероприятий, организуемых учебным центром подготовки руководителей высшей школы. Руководство ВУЗа приняло решение познакомить с редчайшей коллекцией широкий круг людей, которые интересуются российской историей. В числе истинных шедевров каменные часы из бронзы в стилистике второго рококо – прекрасный образец изделия самого известного из петербургских бронзовщиков середины второй половины XIX века Феликса Шопена. С 1843 года и на протяжении более 40 лет его фабрика была крупнейшим производителем художественной обстановочной бронзы, работала по заказам императорского и великокняжеских дворов. Автор мраморного бюста «Женщины под покрывалом» – выдающийся скульптор из плеяды русских итальянистов Виктор Бродский. Его работы отличают виртуозное мастерство обработки мрамора, умение использовать все фактурные возможности материала. Выставка будет работать до 30 сентября 2017 года.